Ну что, Пётр? Ну что, Андрей? Ну что, Пётр? Что ты что смотришь на меня? Хочешь арбуза? Я уже поел. Сырку? Было дело. Водички? Есть. В соцсетях посидеть? Уже не могу, насиделся я в соцсетях. Добрый вечер, друзья! Это подкаст «Отвратительные мужики» на Disgustingman.com Здесь 140-й, между прочим, раз, Андрей Загудаев. Что случилось? 140 ударов в секунду. Здравствуйте. Это что, у тебя пульс такой? Это фильм такой есть. Всё, иди к чёрту. Меня зовут Пётр Сальников, и у нас в гостях сегодня Рашид Нугманов. И, между прочим, всё совпало. 140-й выпуск, потрясающий гость, режиссёр фильма «Игла». И сегодня же день памяти Виктора Цоя. Да, 15 августа. 29 лет назад Виктор попал в автокатастрофу. К сожалению. И, в общем, его уже нет. Я, когда был маленький, мне бабушка очень посоветовала посмотреть фильм «Игла». То есть она прямо настояла. Бабушка? Бабушка. Бабушка. И мы на даче. Всё, никакого велосипеда. Сегодня будет «Игла» по телевидению. Смотрим. И я в детстве думал, что Виктора Цоя убили просто ножом хулигана зимой. Вот, как, в общем-то, извините за спойлер, если кто-то не смотрел. А, подождите, какой год был? Ну, предположим, 99-й. Может, 98-й, ну что-то такое. У тебя молодая бабушка? Была, да. А мне, сестра моя рассказывала, как она до сих пор, говорит, помнит 15-е число. Вот, как я помню, смерть Артана Сенна, моего любимого гонщика, досконально помню день, хотя мне было 9 лет тогда. Вот так же моя сестра, ей было 14 лет. Она говорит, я пошла с подружками, мы там что-то был день рождения. А, 15 августа у её подружки был день рождения. Они пошли, значит, что-то отмечать в соседний подъезд. Там вот это всё, детское шампанское, которого не было ещё тогда. И говорят, и вот передали весь что-то свой. И они говорят, мы неделю плакали на взрыв, потому что Цой для них был просто, ну, я не знаю, как сейчас. Вот такого, наверное, сейчас музыканта нет. Майклом Джексоном. Ну, вот, да, наверное, что-то близко. Это последний, наверное, такой, да, большой музыкант, который вот прям умер. И я помню... Просто весь Питер икнул. Да, и я помню, что она рассказывала, что она потом миллион раз пересматривала Ассу и пересматривала, собственно, Иглу. Ну, потому что что ещё было пересматривать? По сути-то, в общем-то... Яху. Ну, Яху, да, но просто Яху не было такого проката, да. Он всё-таки маленький фильм, короткометражный. А вот из больших, ну, заметных ролей, потому что, в общем-то, Игла — это единственная большая роль. Вот они все там... Потому что, по-моему, я не знаю, выпускали после смерти Цоя Иглу в прокат? Конечно. Она, во-первых, она до смерти, до августа ещё не сходилась с экранов кинотеатров. Это был феномен, он больше года держался в кинотеатрах. Но после его смерти, конечно, возобновилась опять массово по всем городам. Пошли новые сеансы. Я был на нескольких сеансах, и что отличало эти сеансы уже от предыдущих, где просто приходили, молодежь оттягивалась, то здесь, конечно, все были опечалены, и к ужасу директоров кинотеатров все стали зажигать зажигалки. То есть я несколько показываю, везде одна и та же картина. Это молодёжь, особенно в конце, где он прикуривает зажигалки. Все зажигают зажигалки, и залы светятся. Ну и, конечно, противопожарная безопасность. Это сейчас очень легко. Включил смартфон, экранчиком не там машешь. Но там реально было это жёстко. Это круто. Я, собственно, и говорю, у меня сестра как раз пошла после смерти, и он говорит, что это был, наверное, самый тяжёлый и самый запоминающийся поход в кино вообще. Ну такое уже паломничество напоминает. Да, да, да. Рашид, давайте кратко о том, зачем, почему. Не то, что зачем, да, что зачем. Известно, зачем. Мы всё же сделали до записи. Почему? Игла в реставрированном виде, насколько я понимаю, снова в прокате. Я не очень уверен в том, что мы успеем выпуститься с этим подкастом до окончания. До 20 августа, насколько я понимаю, идёт. Да, потому что разбирают билеты. В общем, на сеансы уже не приобрести место. И Коро решила продолжить пока до 20 августа. И по регионам тоже, по регионам до 16. И Москва и Питер могут до 20-го ходить смотреть. Супер. Я пересмотрел вчера иглу. То есть вот я её смотрел ровно два раза. Тогда, когда бабушка настояла. И вчера, потому что нужно было немножко освежиться, подготовиться. У меня есть документально подтверждённая статистика. Первую я получил где-то в 94-м году. Я был в Токио. И ко мне пришло письмо на японском языке от поклонницы. И я ничего не понимаю, разумеется, в этих иероглифах. Я вижу только две цифры. 21 и ещё что-то. И прошу своих коллег японских переводить, что такое мне написала эта девушка. И она там написала, что смотрела иглу 21 раз. Фильм выходил в Японии на кассетах. 21 раз. Ладно, 21. Но это надо же посчитать, сколько каждый раз. Не так примерно. И вторая статистика. Вторую побил один парень из Нью-Йорка. Американец? Американец. И он сказал 35. Может соврал, я не знаю. Но плюс-минус, да? В общем, я проиграл в этой гонке, очевидно. Да, вы проиграли. Но, вы знаете, игла, она же стала лидером проката, одним из лидеров проката в 89-м году, когда она вышла. И она продолжила свою прокатную судьбу и в 90-м году. А потом, как мы упоминали, и после гибели Виктора, вообще опять новый взрыв посещений пошёл и показов. Она где-то около 30 миллионов собрала зрителей по оценкам общим. Чёткая статистика есть за 89-й и столько же примерно за 90-й. И во многом благодаря, я думаю, не тому, что именно буквально 30 миллионов человек посмотрело этот фильм. А может быть 10, я не знаю, 12, никто не знает статистику. Но потому что был повторный поход в кинотеатры. Ну, понятно. По многу раз ходили ребята смотреть. Разница, конечно, я понимаю, что, наверное, в 90-м году, спустя год после выхода фильма, это не так ощущается. Но вот, когда я посмотрел маленьким, я ничего, во-первых, не понимал. Для меня это была абсолютно фантасмагория. Я что-то уловил, конечно, из сюжета. Приезжает парень, не пойми откуда, не пойми зачем. Выясняется в процессе, зачем ему нужно там оставаться и так далее. И потом в конце его убивают. Это было быстро. Но не совсем. Ну, как? Ну, может быть, и не убивают. Пытаются убить. Покушение происходит. И сейчас я чуть-чуть более взрослый человек, как это, 13-летний с 15-летним стажем. Почти. И сейчас на взрослую трезвую голову это кино смотрится совершенно иначе. Но это из очевидного, понятно. У меня есть один вопрос. У меня все время вопросы про аудио. И я хотел бы спросить про аудио. Потому что аудио в этом фильме, это что-то из другого измерения, как будто бы. То есть весь фильм, если вдруг кто-то не помнит или не знает, он в меньшей степени озвучен самими актерами. И в большей степени озвучен фрагментами из сказок и историй, которые, может быть, кто-то из нас и наших слушателей мог слушать в детстве на виниле. — Прекрасный принц упал в яму, а вот это не любовь. А ведь любовь — это не только удовольствие, ну и так далее. Совершенно точно не удовольствие. Откуда вот эта идея? Кто это озвучил? Как вы к этому пришли вообще? — Ну вообще, прежде всего, я должен сказать, что для меня звукоряд в кино имеет точно такое же значение и важность, как и изображение. — Вы первый человек, кто это говорит, мне кажется. — 50 на 50. Может быть, это от того происходит, что я вот с такого возраста, с шести лет, уже благодаря старшему брату, был окружен новыми звуками. Рок-н-ролл, а потом уже и битлы хлынули, и все остальное, и так далее. И я привык воспринимать культуру, новую молодежную субкультуру, как бы через звуки. Она все время звучит в голове. И почему меня привлек и Виктор Цой, и Аквариум, и Майк, и так далее. То есть вся эта новая музыка, которая приходила нам в свое время только на замыздатовских кассетах. А изображение, потому что я с детства очень много рисовал, и такие как бы истории с продолжениями. И вот они для меня абсолютно равную роль играют. Когда мы начали работать над «Иглой», конечно, я хотел, чтобы звукоряд был абсолютно уникальным в этом фильме. Так же, как уникально то, что мы показываем на экране. И библиотека звуков на казахфильме очень бедненькая была. Одни и те же звуки из одной картины в другую переходят. Ну, как бы они просто иллюстрируют что-то, что происходит на экране, что люди там говорят. Или там скачут на коне. Меня это совершенно не устраивало, потому что каждый звук должен быть уникален. Не появлявшийся где-то еще в таком сочетании. Ясно, что невозможно совершенно новые звуки придумать, но их сочетание можно. И я нашел выход очень простой. Я сказал замечательный звукооператор у меня, Андрей Влазнев. Я говорю, давай так поступим. К черту все эти библиотеки там с шумами и так далее. Пусть будем записывать грязный звук, но запиши как можно больше передач с телевидения и радио. И там мы найдем колоссальную свою библиотеку, фонотеку шумов. Да, это уникальный нарратив. Вот, из них мы... Да, и поэтому еще второй момент, почему я это использовал. Потому что у меня играют непрофессиональные актеры. В оригинальном сценарии было колоссальное количество диалогов. Но я же понимаю, что эти актеры, если начнут их произносить, это будет детский сад. Это будет абсолютно любительский капустник. И никто в это не поверит будет, это даже не смешно будет, потому что это будет плохо. Слишком плохо. И поэтому нужно было сократить количество диалогов, оставить только самые такие знаковые, важные вещи. И наполнить остальное пространство звуками, которые окружают нас в повседневной жизни. Включаешь радио, вот идет звук. Включаешь телевидение, идет звук. И вот эта вся медийная среда, она вошла своим таким параллельным рядом в фильм. Оно где-то совпадает с экраном, где-то идет в диссонанс с ним. Но в этом есть полифония какая-то, изображение звука. А когда девушка рассказывает ему о своей проблеме, и у нее на голосе этот эффект, как будто бы ты в дурном сне. Да, там был такой приборчик, лексикон. Вот он у нас как-то недавно прибыл на студию, люди баловались с ними, и звукооператоры. Я говорю, а давай мы побалуемся с ним в нашем фильме, потому что мне нужно было передать эффект прихода. Она же только что укололась морфином. И ее восприятие меняется. Да, она-то в реальной жизни говорит одним голосом, ясное дело. Но у нее то ускоряется ощущение времени, то замедляется, и окружающие звуки становятся странными. И вот, кстати, на фоне этого ее монолога, который то быстрее, то медленнее идет, идет такая тягучая-тягучая музыка. Не все знают, что это такое. А это записанная в обратном направлении, замедленная в четыре раза фонограмма с белого альбома «Битлз». «Революция номер девять». Помните, была такая? «Намба найн». «Намба найн». «Намба найн». Вот я ее замедлил. Знаете, она откуда, эта идея возникла? Я сначала, еще когда дофгика, разумеется, я же такой любитель Битлова, был с детского возраста. И многие говорили, вот в их пластинках какие-то тайные месседжи там заключены. Да, вот так они только их там как-то… Славят сатану, да. Да, и они их там, да, и они их пускают в обратном направлении, там, другой скоростью и так далее. Но если его так внимательно найти, расшифровать, вы услышите там. Да, но есть же знаменитая история «Strawberry Fields Forever», которая склеена с двух частей. Потому что они записали сначала первую часть, им понравилось, а потом… А вторая часть, эта песня понравилась. Потом они просто две склеили, и получилось как бы… И там даже слышно там какой-то… Ну да, некоторые расшифровали, как он… Леннон там где-то закадровый, на втором плане, на фоне говорит там «We buried Paul». То есть мы похоронили Пола. Но это нужно искать и так далее. На самом деле это «Strawberry Phil». Вот, и я, конечно, такой дурной, там, я не помню, в каком, восьмом, девятом классе там. И я начинаю. А, вот «Революция номер девять» на белом альбоме «Bittles». Все остальные песни, тут какая-то какофония звуков. Значит, там что-то зашифровано. Значит, надо расшифровать, надо в обратном порядке послушать. Нужно ускорить или замедлить. Я вот этими занимался на любительском магнитофоне делами. А потом, уже много лет спустя, когда подвернулась игла, и мне нужен был вот этот странный, непонятный звук, который с приходом Дина ловит, и что-то как-то все преображается. И я вдруг понял, что, ага, вот эти вот мои замедленные экзерсизы здесь как нельзя лучше подойдут. Я их включил туда. Правда, я не платил, конечно, гонорара, но Apple. Обойдутся. Это был вообще Советский Союз. Маккарт не обедней. Все общее. Все общее. Помолчи там. Да ладно, у нее там нормальный денег. Рашид, а откуда вот этот символ аудио изменяющегося с приходом? Вас консультировали или была история какая-то? Нет, меня консультировали только... У нас был врач-нарколог, который консультировал чисто вот по этим делам, как человек ведет себя, как он там колется. И, кстати, он помог вот этот кадр осуществить, когда вот она втыкает иглу. Это один из немногих фильмов, где от начала до конца показан этот процесс. Вот этот противный момент, когда игла вонзается в коже, в коже так... Да, потом контрольку она берет, кровь немножко туда. А потом уже все это туда вставляют, чтобы убедиться, что там нет пузырьков, ничего. Ну, как сказать, я сам вообще никогда не употреблял наркотики. Но, разумеется, у меня огромное количество друзей и знакомых из субкультуры, музыки. Такая культура не бывает без наркоманов. Вот, и они есть и в фильме Яха, реальные. И одну из них я хотел снимать в игле, в роли Дины, реальную Руту Сергеева, которая замечательная такая была. Но не смог. Вот, это отдельный разговор, почему. Вот, и поэтому я ни с кем не законсультировался. Я просто этих наблюдал людей, я их знал. Вот, и прекрасно понимал, как они себя ведут, что они чувствуют, и как это передать. Конечно, если бы были современные средства, компьютерные, можно было круче передать на экране. Но тогда мы... Это такой был минимализм. Мне кажется, что тогда страшнее. Тогда же страшнее. Может быть, страшнее. Ну, знаете, есть Into the Void, это вот фильм Гаспарной. Да, он там попытался передать визуально эти эффекты. Ну, он такой сильный мужчина, конечно. Но он уже три фильма подряд пытается передать. Многое что, да. Слушайте, вот у меня первый вопрос, когда я много прочитал биографии, там, вот, историю создания иглы, ваше интервью и прочее. У меня был самый первый вопрос, на который я не нашел ответа нигде. Почему вы в 30 лет решили стать режиссером? Вы в 30 лет поступили в Авгик. Да. Мало кто. Да, да, да. Ну, как-то на этом акцентирует внимание. Мне кажется, что это интересный момент. Что вы делали вот эти 10 лет создательной жизни? Ну, вы знаете, ну, это, наверное, вопрос, на самом деле. Он лежит на поверхности, потому что игла там многим известна. Ты снял и так далее, и ничего не знают о другой жизни. Да, вот, собственно. Но на самом деле это, может быть, точно так же было бы справедливо спросить, а почему после ничего не снял, да? То, что и спрашивают люди. Нужно понимать, что есть разные люди. И вот я сам со временем только начинаю понимать, ну, я это начал уже давно понимать, но ты всегда видишь в своей грани собственной судьбы, которую ты сам не контролируешь иногда. Как это все развивается. Однажды мне в руки попала книжка Германа Гесси. Она на русский не была переведена, потому что я прочитал ее на английском, она короткая. Сиддхартха называется. Это такое описание человека, который прошел огромное количество стадий в своей жизни. Начинал там как родившийся в семье какого-то Брахмана, потом ушел в аскеты, там три года в пещере жил, потом стал советником какого-то очень влиятельного принца, потом стал лодочником перевозить просто людей, потом встретил Будду, который сказал ему, что ты добился выше, чем я, и так далее, и так далее. Суть в том, что ты чувствуешь себя некомфортно, когда проводишь слишком много времени в своей жизни в одном и том же месте, в одной и той же профессии, в одном и том же занятии. Раб одного дела. И ты хочешь испытать максимально возможностей, каких-то своих возможностей в разных делах. Я по первому образованию архитектор. То есть то, что с архитектурой входит в молодом возрасте, потом всю жизнь остается. Но я не могу проводить все время с девяти до шести, сидя в офисе и там рисуя дома. Я честно отпахал свои три года после окончания архитектурного факультета в политехническом институте архитектором. И с тех пор я ни одного дня не работал на постоянной работе. Ни одного дня. Я ушел сразу оттуда в археологию. Очень много путешествовал, потому что это давало мне возможность путешествовать. Я еще учащийся в институте, путешествовал много в тайге с братом. Он был лесоустроителем. А здесь я уже ушел в общество охраны памятников. И там несколько лет провел в путешествиях, в том числе и вокруг Аральского моря. Почему там Аральское море появилось в Игле. А когда мне 30 лет стукнуло, я встретил их на нарах, на сборах. Я офицер в пограничном отряде. Вот я лежу, вот мы попили водки там. И потом лег я на свои нары и думаю, ну а что же этим летом делать? Опять в экспедицию ехать или что-то новое надо попробовать? А я к этому времени уже два фильма снял. Один я сделал в 10 классе. «Снежная банда» был такой фильм. Можно я посмотреть где-нибудь? А потом «Снежная банда» не сохранялась, к сожалению. А вот тот, что я снял в архитектурном, она называется «Сга», можно, да. Она существует, я даже ее оцифровал, и надо ее как-то выпустить. Премьера на нашем канале. То есть у меня всегда тянуло кино, тянуло. Второй фильм, это было такое, знаете, вот большим влиянием, я как раз удалось посмотреть в доме кино Буниуэля и Далия, и вот под этим впечатлением, вот этой образности мы сделали со своими сокурсниками, я как режиссер, а не как актер и оператор, мы сделали такой фильм. Он не несет в себе какой-то сюжета. Там есть такая, знаете, это сюрреализм. Он короткометражный или полный? Он короткометражный, 20 минут. Ну и я лежу и думаю, чем же я буду этим летом заниматься? Мне нужны какие-то новые вызовы, мне не хватает вызовов. И я подумал, а что если вдруг меня осенило, я не знаю, или от водки, или от чего? Что если в институт поступить новый? Это же вызов, но тогда нужно, чтобы это был серьезный вызов. И у нас есть два таких знаменитых вуза, в которые чрезвычайно трудно попасть. Это МГИМО и ВГИК. Колоносальный конкурс, и это задача не для слабых. Я думал, да, вот надо подумать. МГИМО. У меня был потерян комсомольский билет. Я не платил целые годы там этих взносов. Точно не пройдут. Просто документы не примут. А кем вы хотели МГИМО ставить, если бы вы попустили? Ну мне нравился английский язык, переводчик. Разве что может быть Джеймсом Бондом? Я не знаю, какая разница. В любом случае, это интересная жизнь. Всегда можно было поездить за границей. Чего я до этого не видел. Ни разу не был. А второй, ладно, это отпадает, к сожалению. А второй вариант вполне возможен. Это ВГИК. Надо постараться. Тем более, два фильма есть. У меня очень много письменных вещей, стихов и повестей. Я еще роман писал «Король Брода». Я его превращу в сценарий. И даже если не поступлю, то, наверное, там колоссальное количество хороших девчонок приезжает поступать. Молодых на актерский. Да, на актерский, да. Так что не поступишь, ты хотя бы познакомишься с красивыми девчонками. Ну, 30 лет, это не 80. Ну да. Вот, и я человек холостой, так что. И в 30 лет уже есть средства, так сказать, самороженое купить. Кринишку сводить там. Да, 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 есть умение общения с девушками. Вот. И как-то, и хочется на новом уровне пообщаться и так далее. И думаю, ладно, тогда это будет утешением. Вот. И, ну, так получилось, что я... Это нормально вообще. Вот. Да. Судьба. Жище. Да. Ну, судьба не так сложилась, как видите. И я поступил, и, к сожалению, с одной девушкой не познакомился. Как так? Ну, вот так получилось. За все время обучения. Ну, нет, ну, я, конечно же, вот, я во время приемных экзаменов. Угу. Вот. Я раз, и все, и попал, значит, туда. Ну, и началась сразу режиссерская. Ну, и началась режиссерская, да. Вот. И к Соловьеву. Да, да, да. И... А это, подожди, у вас... И началась очень серьезная. Я вдруг понял, что это серьезная вещь. Нет, нет, просто тут вопрос. У Соловьева была мастерская. Комплексная. Которую он собирал из казахских режиссеров, правильно? Там такая последовательность. Значит, когда мне 30 лет исполнилось, я вот на этот момент жизнеопределяющий, когда принял такое решение, еще не было решения забирать комплексную мастерскую. Я вернулся оттуда, пошел на казахфильм, и говорю, какие документы нужно сдать, что подготовить. Мне все это рассказали. Говорят, у нас есть даже сценарные курсы, вы можете походить на них, мы готовим к поступлению в Афгиксе. Ну, почему бы нет, давай. Вот. А потом, спустя там пару месяцев, где-то в мае приезжают в Алма-Ату Соловьев. Мне говорят, вот, оказывается, они набирают здесь, тоже приехали специально. То есть, действительно, кстати. Приехал он и Павел Лебешев. Это знаменитый наш оператор, он Михалковские фильмы снимал, такой колоссальный. И они сказали, что вы должны не просто свои работы приносить, а вы должны приходить с ребятами, которые были... Кто-то был бы оператором, кто-то был бы у вас сценаристом, кто-то был бы художником и так далее. То есть, это комплексная мастерская. В этом и была его идея. И это впервые, первый и последний раз, по-моему, я не знаю, если во ВГИКе сейчас, такие комплексные мастерские, где... Комплексные группами. Где группами. То есть, суть заключалась в том, чтобы готовить какие-то творческие звено для фильмов, для казахфильма. Несколько творческих групп, которые бы приходили и снимали фильмы. И это получилось. Юниты такие. Да, юниты. И все, кто поступил, снимали кино и очень заметное кино. Ну, называют это что? Казахская новая волна. Это я придумал название, на самом деле. Я просто его слямзил у французов. Французская новая волна. Кто только у французов его не тырил. Чего мы только у французов не слямзили. Да так, кто же если... Так, ну, хорошо, поступили. И дальше как? Ну, и поехал собирать картошку. Такой был закон. Как все времена. Я не знаю, как сейчас. И мы поехали под Москву собирать картошку. Я попал на один комбайн. Вместе с Федей Бондарчуком, Сашей Башировым и покойным Валером Родин. Очень хороший парень и режиссер тоже. Они все были из Таланткинской мастерской втроем. Я и с Соловьев. Параллельно в один и тот же год поступили. И во время этого сбора картошки как бы уже у нас начали возникать какие-то творческие отношения. Я увидел, что Саша... Федя был совсем молоденький, 18 лет. Он все равно очень интересный. Я тоже его потом в одном из этюдов своих использовал как актера. А Саша прямо такой шукшин в таком... Саша, это вообще Баширов. В мелком варианте таком. И я смотрю, как он работает. Мы все время же ломаем комбайн, чтобы сильно не напрягаться, чтобы он там стоял на починке, а мы бы ходили купаться или еще что-то. А Баширов залазит под этот комбайн и чинит его. С утра до... И любит это делать. И я смотрю на него, и при этом у него же выражение интересное. Он матерится, потом истекает такое. И он какой-то очень интересный, живой человек. И я договариваюсь с Сашей. Саша, вот сейчас мы вернемся в Афгике, нам нужно делать этюды. Давай, дай мне слово, что ты в первом моем этюде как актер выступишь. А он не актер, конечно, он режиссер. Он говорит, ну давай попробуй. А, то есть он режиссер, значит? Он режиссер, да. Мы вместе поступили, только в параллельные мастерские. И он согласился. И первый мой этюд в стенах в ГИКа был с ним. Он один играл в этом этюде. Минут 20 алкаша, который ищет на задворках магазина среди ящиков. Я представляю, огромное количество ящиков таких пустых. Где там валяются пустые бутылки. Распивочное место, такой укромный уголок для алкашей. И вот он ищет пустые бутылочки и в авоську собирает их, чтобы сдать. Там можно было 10, 11 копеек. И среди них находят портфель. Это портфель вот, бритва. То, все. И он находит альбом там. И начинает его рассматривать. Вот этот альбом. Увел там, что это он принадлежит реальным людям, этот альбомчик. И он положил туда, назад. Альбом. Еще что-то, еще что-то. Бритву положил назад. Ну, потому что он увидел, что кому-то это принадлежит. Хотя потом вытащил эту бритву и все-таки побрился. И Соловьев очень... У меня даже сохранилась фотография с этого этюда Соловьева и Баширова. Соловьев просто был в восторге от его игры и вообще от этого этюда. Ну, вот я начал показывать, как это все здорово у нас сделано, поставлено и так далее. И вот тогда, я думаю, это начало сотрудничества и Соловьева тоже с Башировым. Потому что он сразу снял его... Нет, он до этого снял его в «Чужая белая рябой». А потом масса пришла. Так что, вот такие вот жизненные дела. Нет, просто сейчас, я к чему спросил, сейчас, когда... Особенно в театральных вузах, у меня есть несколько знакомых, которые поступали в свое время в театральные вузы, девочки. И им говорят, что типа все, если ты вот первый год поступаешь, окей, у тебя там шансы, ну, как у всех. Если второй год, то уже 50 на 50, скажем так. А дальше, то все до свидания. Харви Вайнштейн, пожалуйста, в эту дверь. А дальше типа до свидания. Ну да. И мне казалось, что, ну, мальчики, наверное, дальше все-таки, потому что их обычно в театральных киновузах меньше. Ну, мне так кажется. Всегда говорили, но в театральных точно говорили, что всегда мальчиков меньше, чем девчонок, поэтому у девчонок конкурс значительно выше. И типа мальчикам можно там до 25 лет поступать на актера и так далее. Ну, если есть талант, например. Ранний пенсионный возраст, в общем-то. Не, ну просто 30, это как-то такой вот интересный ход. Нет, 30 для актера, это, конечно, очень поздно. Для режиссера очень хороший возраст. Ну, да. Харрисон Форд. Те, кто любят, преподаватели, которые любят набирать мастерские, допустим, режиссерские, они отдают предпочтение более зрелым. А у вас были еще кто-то с вами? Да, у нас в основном взрослые люди были уже с одним образованием, но был у нас и молодой парень, даже двое поступили у вас, один быстро одного отчислили. А второй Амир Каракулов, ему было 18 лет, когда он поступил, он очень хорошее кино снимал, очень хорошее этюд и делал. Вот так, то есть он побил такое, знаете, предубеждение против молодых в роли режиссеров. Но остальные были достаточно взрослые люди. Был еще один замечательнейший режиссер, и он, как был, он и есть, и очень успешно работает, Серик Апрымов, он работал водителем на Казахстане. Ну, а все остальные были с хорошим высшим образованием, ребята. Вот, ну, как только мы попали туда во ВГИК, ну, во всяком случае, для себя я открыл, что это серьезная работа. Вот, и у нас был в преподавателях не только Сергей Соловьев, но нам повезло, у нас актерское мастерство преподавал три года Анатолий Васильев, легендарный театральный режиссер. И это, то есть, у нас каждую неделю хук справа, хук слева. Вот, то есть, мы каждую неделю должны были делать этюды, приносить что-то новое и так далее. И они нам, каждый из них, посвящал целый день, каждую неделю. Это, конечно, уникальный тренинг. Круто. И благодаря им мы, как бы, нашли свой, каждый из нас нашел свой стиль режиссерский. И к концу третьего курса нам Сергей Соловьев сказал, собрал нас и сказал, ребята, я вас больше ничего не могу научить, вы уже больше меня знаете. Нам надо идти и снимать. И как раз... Я вообще в ГИК так и не кончил. Да, да, и как раз случилась игла. Да, и случилась игла, я ее снял, а после иглы еще совершенно сумасшедшее произошло событие. Я просто это сделал ради смеха. Вот, меня пригласили просто коллеги из «Казахфильма», там съезд союза кемографистов, давай мы тебя выдвинем. Я говорю, ну как я студент? Нет, давай выдвинем, все равно надо дать бой, там тех, кому из ЦК партии спускают кандидатов и так далее. Я говорю, ну давай. Выдвинулся, меня избрали первым секретарем. После этого уже даже смешно приходить, диплом защищать. Игла к тому времени уже начала рекорды бить посещаемости и так далее. Мне всегда было интересно, как вот вам, молодому режиссеру, как вы вообще с вами связались с госкино Казахстана? Потому что везде это умалчивается, что вы просто приехали в Алма-Ату и как-то с вами связались. А как? Как это было? Почему именно с вами? Было так. В июле этого года, 87-го, буквально за пару недель до того, как они со мной свяжутся, я показал Яху на Московском международном кинофестивале. И там, где взял этот приз и так далее. Ну, она и до этого какие-то призы брала, какие-то смотры там за рубежом и так далее. А тут еще этот приз берет. И я возвращаюсь в Алма-Ату, чтобы август провести, в сентябре вернуться уже готовить какой-то диплом и так далее. Я просто скажу, что, если кто не знает, Яха – это короткометражный фильм Рашид Нокуанова про ленинградскую рок-сцену. Да, да, да. Вот. И мне звонят с «Казахфильма», говорят, вы не можете прийти на студию, есть серьезный разговор. Вот тут мы режиссеры ищем для картины. Я говорю, ну, почему нет? Давай, конечно. Я прихожу туда. А многие из редколлегии «Казахфильма» уже посмотрели Яху. И некоторые из них были прямо в восторге. Ой, новое слово, то-сё. Вот. Уже кто-то из них там была диля Тасбулатова, она же какие-то статьи начала писать об этом и так далее. И они все говорят, тебя, тебя, тебя. Там что было? Фильм был в производстве. Режиссер Аманжол Айтуаров, хороший режиссер, кстати, и потом снял очень добротное кино. Вот. Он с чем-то там не поладил. И с руководством «Казахфильма», которые не приняли его пробы. Вот. И с авторами сценариев, Баранов, Килибаев и так далее. Ну, короче, такая ситуация сложилась, что он уходит с картины. И нужно срочно кого-то другого. Картина плановая. Дополнительных денег нет. Времени нет. До съемок остается полтора месяца. Вот. И нужно срочно заменить режиссера. И вот все редакционные коллеги начали меня рекомендовать. Я приехал. А представитель редакционной коллеги Мурата Уэзов. Ну, человек, который... Он старше меня, конечно. Но я знал с детства. Вдруг. И все подтвердили. Вот. И Соловьев, разумеется, тоже со своей стороны подтвердил перед руководством Госкино Казахстана, что да, конечно, ему давайте, не думайте даже. Ну, и все. И вот дали мне эту картину. И вот так оно случилось. Подвернулось. У меня, знаете, какой вопрос? Рашид, я уже понял, что вы большой любитель музыки. Да. И вы следите за современной эстрадой, может быть, современным андеграундом в России, не в России? Ну, не в такой степени, конечно, как в юности. Вот. Но так, посматривая. Но вы в курсе. Я более-менее в курсе, да. Мне просто... Я уверен, что вам задавали этот вопрос. Может быть, у вас даже заготовлен ответ. Но если бы вы снимали «Иглу» сейчас, или если бы вы снимали ремейк «Иглы», кто сыграл бы главную роль в этом фильме? Ну, во-первых, ремейк, наверное, я бы не снимал, да? Ну, предположим. А если бы это была новая совершенно работа, и, допустим, забудем, что была «Игла». Да, забудем. И вот сейчас предложили такой сюжет. И с какой музыкой? Вот. И с какой музыкой? То, конечно, наверное, это была бы та музыка, которая сейчас близка и понятна многим. Молодым людям. И я думаю, что это рэп, хип-хоп. Вот. И помимо того, ну, все-таки не забывайте, что это не главное в фильме, но все-таки тема вокруг наркомании построена. Да, конечно. И эти люди разбираются, что к чему в этом вопросе. И они там естественны. И, наверное, это были бы люди типа Скриптонита. То есть Скриптонит сыграл бы роль? Мог бы, вполне бы. Ну, кстати, да. Оксимирон, например. Ну, Оксимирон, мне кажется, нет, а вот Скриптонит... Вполне бы мог бы это сыграть, потому что у него бы и... Видите, в игре очень важно, чтобы были не лицедеи. То есть люди, которым веришь, что они... Вот. И Скриптонит бы вполне уложился в ту формулу сценария, что это парень, который из Казахстана уехал в Москву поступать куда-то. С родителями он писал что-то непонятное, что он учится и так далее. На самом деле он чем-то непонятными делами занимается. Еще когда, помните, он встретил сборщика конопли в пустыне на Аральском море, тот говорит, ты меня не узнал. Ну, это означает то, что он не посторонний для легких наркотиков человек, а может быть и для более тяжелых. Во всяком случае понимает, что это такое. То, я думаю, Скриптонита была бы, наверное, тоже такая похожая, примерно, правдоподобная история. И он бы мог вернуться в Казахстан тайно чего-то там, собрать какие-то денег, которые ему задолжали, и любой бы поверь, что это действительно так. Потому что должно быть естественно все, не надуман, не натянут. А вы вот прям приверженник от того, чтобы не было игры. Я просто у вас... Конечно. История была в том, что вы же вырезали миллионы диалогов из фильма. Да, 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 я безжалостно удалял. Да я не только... Нет, не совсем так. Я не из фильма их удалял. Из сценариев удалял. А мы на площадке даже не снимали, даже не удосуживались их снимать, потому что это получилась бы полная чепуха и любительщина. И я выработал этот стиль еще на площадке ВГИКа. Все время на каждом моем этюде во ВГИКе играли непрофессионалы. Даже панки московские и так далее. С улицы. Я знакомился, я сразу вошел в местную среду тоже. Субкультуры. Я и с Кинчевым здесь первым из всех познакомился. Он жил там прямо рядом с общежитением ВГИКа. В этом доме на Курих Ножках. И их я и привлекал. И они все у меня играли в этих этюдах. Это работа совершенно по другому принципу, нежели система Станиславского, безусловно. Она построена на импровизации. И на так называемом понятии, которое открыл Дзигавертов «Жизнь врасплох». Только я переносил ее из документалистики в игровое кино и даже в спектакли, даже в театральное действие. «Жизнь врасплох». Кто сейчас, на ваш взгляд, хорошо работает в жанре «Жизнь врасплох»? Я почему-то вспомнил сразу Валерию Гайгерманику. Да, Германика работает, безусловно, в этом стиле она работает. Наверное, постойте, вот этот парень, у меня все время вылетает молодой, который снял «Тесноту», «Дылду». Как же его? Балагов. Да, да, да. Вот он примерно тоже понимает, как в этом стиле работает. Ну, это в сторону фон Триера все, на самом деле. А там же это все, по сути, выросло. У нас только... С догмой вот этой вот. Да, да, да. Только в нашем случае, понимаете, маленькая разница, Триер еще там был ребенок, когда мы этим занимались. То есть его еще не было. Ну, или он параллельно... Почти. Параллельно нашел. Параллельно нашел, то есть мы его не знали и мы не видели. Не, ну это все понятно, что это выросло. Для нас был, ну, лично для меня, например, путеводной звездой, это был Зига Вертов, наш замечательный гений. Великий, да. Великий Зига. Ну, и какие-то еще, конечно, отдельные картины, такие, как, допустим, «Тени» были, «Косоветисы». Да, «Косоветисы» точно. Да, да, да. То есть это нам подсказывало, как можно работать. Ну, вы говорили о том, что у вас, на самом деле, идеальный коктейль – это Вертов, «Косоветис», как это? Четверть Вертова, четверть «Косоветиса», четверть «Гадара» и такой сверху, знаете, этот… Антониони, да? Оливочка Антониони, да-да-да-да. Вот вам будет. А, ну я бы еще Соловьева, конечно, добавил. Нет, ну Соловьев, безусловно. Но, тем не менее, вот одна вещь такая, мы очень сильно на него повлияли, и он это не отрицает, вы можете интересно с ним поговорить об этом. До того, как он нас встретил, таких диких казахских мальчиков, он снимал такое достаточно традиционное кино, хорошее, сильное, очень мастерски сделанное кино, но мы какой-то в него дикость вселили такую, а он начал выходить на новые территории. Аса – это совершенно новая территория для него. Это очень интересная штука, потому что Аса вышла раньше, но Аса и Игла, они… Ну так Яха вышла раньше. Да, да, Аса и Игла, они очень, ну, в некоторых вещах похожи. Там, видите, как произошло? Как произошло? Во всех этюдах своих, как я вам говорил, я использовал всяких рокеров, музыкантов и художников, поэй и так далее. И они сопровождались музыкой. И аквариум, и кино, и там, майк и так далее. Для Соловьева это было что-то новое совершенно. И он заинтересовался. Я не знал, как он к этому отнесется. Можешь сказать, ерунда вообще, выбросите это, давайте там ставить Тургенева. Нет, он сказал, дай-ка мне послушать эту музыку. Я ему дал все кассеты, огромное количество кассет, и он особенно припал на аквариум. И потом я организовал в 85-м году такой подпольный концерт Гребенщикова и Саши Титова. В субботу поздно как бы записали там на проходное заявку оставили, что у нас репетиции будут. И пришли, и они отыграли такой подпольный концерт вдвоем. И как-то вот все это росло-росло вокруг нашей мастерской. И Соловьев вдруг понял, что к этому огромный интерес есть. Это совершенно новая эстетическая среда, территория, которая пользуется каким-то особым вниманием у молодежи. А молодежь все равно это за основной зрителя. И когда вот этот сценарий ему лег на стол, ас, который изначально назывался «Здравствуй, мальчик, банана», Сережа Ливнев написал, он естественным образом стал ее превращать в то, чем мы его накачали. И Виктор Цой, и вся эта среда, и так далее. Я ему даже советовал главную-главную роль, как мне казалось, он бы, конечно, была бы по жанру немножко другая картина. Сашу Башлычева. И я их познакомил, и он впечатлился. Мы говорим, ну что-то зуб слишком у него сверкает, вставной, то все еще. Вот, и он, Африка его как бы очаровал. Но с Африкой получился больше фарсовое такое кино. И оно, наверное, такими должно было бы быть. Он говорил, давай делай Соловьеву все время. А Соловьев человек впечатлительный, очень впечатлительный. И он не те, он впитывает, впитывает, впитывает идеи. И Африка ему начала говорить, давайте снимать наш любимый фильм, это вот «Приключения Буратино». И вот в ту сторону как бы это вот пошло. Ну, «Здравствуй, мальчик, банана» — это вполне себе. Буратино. Бу-па-па-па-па-па. А потом Витя, потом, когда это все было снято, он говорил, ой, я тут как вставной зуб в этом фильме. То есть у меня другое, да. Ну, не в этом дело, потому что картина получилась очень знаковая. Не, ну у него такой финальный аккорд, что он как бы понятно, что Вася, он такой актер-функция, в общем. Да, он стал на противопоставление этого финала, всему тому мельтешни, который там происходил до этого, это был мощный удар. У меня сестра рассказывала, что они ходили на Асу, чтобы послушать «Перемен», потому что еще она не выходила нигде, ни на пластинках, ни на кассетах, и это был единственный способ, собственно, ее послушать. Они договорились. Сергей Соловьев договорился с Виктором, что он эту песню не выпустит ни на одном из альбомов до выхода картины. Ну, да. У меня вопрос по поводу новых творческих сред, которые привлекают все больше внимания молодежи. Как вы относитесь к видеоиграм? Очень положительно. Я даже одно время пытался как бы прокинуть один сценарий на видеоигру. Вот по каким-то причинам он так и не был осуществлен, но была очень интересная вещь. Давайте мы вам поможем. Ну, я в то время работал в Лос-Анджелесе. И через моих знакомых, у меня много вообще знакомых, из киносреды и так далее. У меня был один сценарий, посвященный, как я его придумал, назвал WhaleNet. Это середина 80-х, еще интернет в зачаточном состоянии, но я уже точно так же, как в свое время заразился рок-н-роллом, я заразился интернетом с начала 90-х. Это 90-е, я сказал 80-е, 95-е где-то. И написал сценарий, фантастический сценарий, в котором китовые образуют свой интернет, потому что они же общаются с помощью вот этих звуков. Меня на это натолкнул, тогда еще у нас были же такие примитивные модемы, которые включались в телефон, и когда они устанавливали связь, они издавали вот такие звуки, как киты какие-то. И я подумал, вот это же то же самое, как мне сразу возникает ассоциация с интернетом. И значит, у них есть, когда много китов общаются, они создают такую вот сеть общения, когда настраиваются по звукам друг к другу, а потом передаются любую информацию. Ну, у них, конечно, эта информация связана с поиском пищи там, планктона всякого, да, креветок там, и потом передают друг другу карты местности и там, и поэтому ориентируются и могут тысячи километров там плавать, потому что есть какие-то киты, которые хранят себе эту информацию. И вот на основе этого я... Китовые торренты. Китовые, да. Да, и через... Китовые, форнхаб китовый такой, о! Да, да, да. Там девчины. Да, да, да. И у меня вот в этой среде, значит, вот в эту среду нашли возможность вот эти вот полинезийские демоны, использовав ее, войти в реальную жизнь через нее. Вот это концепция. Вот я понимаю, я бы в такую поиграл. Так, а жанр что? Вот я написал и сценарий. Ну, это фантастический фильм на основах полинезийских мифов по внедрению демонов в нашу жизнь. Через китов, через море. Нас много знакомых. Но потом вы хотели, чтобы это приводит нас в игру. На самом деле можно почитать. Нас много знакомых в российских компаниях. Да, можно это почитать. Я вам могу дать это. Из шуток абсолютно. Да, смотрите. И там это развивалось все на фоне того, что единственным способом остановить вторжение вот этих демонов через китов надо было либо убить китов, ну что невозможно, потому что... Либо сортопить полинезий. Либо воевать с ними. С китами? Нет. С демонами. Киты-то ни при чем. Они как вирусы туда. Ну как, либо уничтожить сеть, либо бороться с тем, что внутри этой сети, с этими вирусами. То есть тоже в китов входить. И они нашли единственный способ борьбы с ними. Это... У меня тоже там как бы такое допущение фантастическое, что есть огромная тайная сеть игр. Даркнет. Он у меня назывался Hell. Hidden Electronic Links and Lines. Вот так вот. Это было время обрядового. Да-да-да. И вот они их всех пустили туда. И они начали с ними воевать. А что такое был Hell? Это криминальная среда, хакерская среда, которая использует скрытые там серверы, зашифрованную связь и так далее. Которая заключается в следующем. Они играют в электронные игры между собой. И тот, кто проигрывает в нем, должен в реале поплатиться чем-то. Либо рукой, либо глазом, либо ногой. Либо его должны убить. И люди делают на них ставки. И вот эти молодые ребята. В основном они молодые. 12, 13, 15 лет. Вот они действующие лица. Они вот это играют. А потом, если ты какой-то проиграл, и к тебе приходят ребята такие, да? Темноволосые, жгучие, красивые. Там, мулаты, да? И тебя просто хоронят. Или отрубают тебе руку там. Слушайте. Мне кажется, сейчас Кодзима сейчас просто такой. Ты уже слышишь, как заряжается уже пленка у какого-нибудь дебильного русского режиссера. Он такой, вот же, все, вот он готовый фильм. 3D график. Нет, Геля, киберпанк с китами от режиссера Иглы. Да, да. Просто реально. Хидео. Хидео Кодзима, иди там, делай свои дурацкие. У меня есть сценарий, на самом деле. Он готовый. Все. Нет, китов заменяем какими-нибудь более актуальными. Не надо, киты это актуально. Какие киты актуальны? Киты это всегда актуально. Школьники скольники. Киты это актуально всегда. Они так же разговаривают. Как киты. Киты, на самом деле, это только среда. Для вторжения вот этих органических, да, превращения этих демонов в органические формы. Китов нельзя. И вторжение сюда. А против них воюет, да, электронная сеть. То есть ты сидишь в World of Tanks играешь, и на танке, значит, демона там побишь. И, значит, там вся суть в том, заключается в том, чтобы соединить две сети. Интернет внедрить каким-то образом, чтобы он мог взаимодействовать с Велнетом этим. С биологическим. И как только они находят ключи, все, эти, значит, все ребята вторгают сюда и начинают чайрячить этих демонов. Для того, чтобы они... И финальная схватка вокруг вас просить. Вам нужно это сделать. Вам нужно это сделать. Я вас уверяю. Видишь же, чтобы кино, это такая штука, это в отличие от, я не знаю, от живописи, от литературы, ты не можешь это сделать один. Нужны команды. Вот если мы соберем команду, сделать это вообще... Я готов играть китару. Базару нет. Движок лицензируем. Движок лицензируем. Значит, команду соберем. Рынок просить. Сейчас очень фертильный. Вон Kings Bounty 2 анонсировали. Казалось бы, кому нужно Kings Bounty, а уже анонсировали 2, понимаете? Ну, ребята... Нормально. Ребята, вот здесь есть свидетели. Вы предложили эту идею. Надо делать. Вырезаем из подкаста, надо это вырезать. За мной не заржавеет. Как я говорю, за мной уже есть индивидуальная собственность. Есть уже сценарий. Все, все, все. Готовный. Тогда, ладно, если мы немножко от иглы, подождите, давайте про игры закончим. Про игры закончим. Вопрос был... Да, мы несколько месяцев назад в этом подкасте общались с испанским писателем Артура Перес-Реверта. Может быть, знаете такого автора бестселлеров, детективов. И мы с ним тоже начали об этом во всем разговаривать. И он говорит, что когда ко мне приходят молодые писатели, я им говорю сразу, про литературу забудьте, пишите для Netflix, пишите для HBO, пишите для любых видеоигр. И пишите, и, значит, вот туда весь свой талант. Потому что вот эти книжки ваши, я все равно буду, понимаете, на полке выше стоять. А вы как считаете, если сейчас, ну, скажем так, театральное образование, кинообразование, вообще образование, которое касается, скажем так, популярного искусства, это касается и музыкального образования тоже, оно, ну, как бы, видеоигры, это же симбиоз нескольких искусств, давно известных человеку. Это и симбиоз кинематографа, и литературы, аудио, это прям целый организм такой, состоящий из разных искусств. Ну, у них, в общем-то, общее генетическое происхождение с кинематографом. Конечно. Вот, я вам скажу, что у меня еще старая эта идея, я в свое время даже статейку у Кирилла Разлогова, по-моему, со сборника, публиковал, о том, что кино и вообще аудиовизуальные искусства – это древнейшие из искусств. Древнейшие. Почему? Потому что даже на ранней стадии развития человечества мы имели способность видеть сны. То есть мы формировали искусственное изображение во время сновидения и озвучивали его, то есть движущиеся и звучащие образы. Просто в конце 19 века было изобретено средство, которое могло превратить это в воспроизводимые вот эти иллюзорные миры. И видеоигры – это то же самое, в принципе, по сути своей. Только если, допустим, кино мы могли бы сравнить так с неконтролируемым сновидением. Ты пришел в кинотеатр, и вот ты его смотришь, ничего не можешь изменить. Ты посидишь, посмотрел, да, замечательное кино, здорово. То видеоигры – это интерактивная вещь. И однажды, вот в этом же сценарии, о котором мы с вами говорили про Уэллнет и так далее, там есть один приборчик, который делает за все возможным. Это прибор, который способен записывать сновидения. И тогда, когда этот прибор будет изобретен, и кино, и видеоигры сделают новый скачок вперед. Принципиально суть его не изменится, потому что это та же самая природа, создание искусственных миров, иллюзий. Но появятся новые возможности, новые палитры, новые краски изобретены. И тогда ты сможешь делать кино один. Ну, наверное, компьютер тебе еще в помощь будет. Для того, чтобы те же самые неконтролируемые образы потом превращать в управляемые, когда ты проснешься. Но, по сути, так ты сможешь их делать один. Пока это не сделано, нужны команды. Я почему вспомнил? Потому что фильм «Игла» у меня вызвал стойкую ассоциацию с игрой GTA. Приехал откуда-то, чтобы что-то, и вот начинается замес и прочее. То есть очень близкая эстетика. Только там вместо кузена Романа, там, девушка Дина, у которой проблемы. Да, кстати, это очень похоже. Многие еще сравнивают со сказками какими. Знаешь, с каким-нибудь героем, который появляется из-за ниоткуда такой. Вот он приходит, решает проблемы и уходит. Фильм «Драйв», например. Нет, ну это такой герой необъяснимый. Зачем его объяснять? Он просто приходит, решает проблемы и все. Ну, по этой причине я и выкидывал там все ненужные объяснения, чтобы создался вот этот эффект. Хорошо, а можете какие-нибудь самые дикие, какие-нибудь две-три вещи из оригинального сценария, какими были персонажи? Ну, вот какие-нибудь, что вам запомнили? Что пришлось выкинуть, да. Что вот пришлось? Мора, не знаю. Ну, начиная с имени, да, начиная с имени, да. То есть... Как вы называли? Его, по-моему, Арстан или Арслан. Арслан. Вот, да. Ну, Мора, это был легендарный человек на броде в 60-е годы в Алматы. Он, главный персонаж был как раз того сценария ретро. Спартак. Там он был Филе. Кстати. Да. Ну, Спартак это круче, конечно. Я придумал такой, да. Москва! Да, да, да. Я потом обнаружил, что, оказывается, вот тот броневик, с которого Ленин бросал свою знаменитую речь. Я включил, кстати, этот кадр в иглу ремикс. На броневике что было написано, вы знаете? Не помню, честно говоря. Спартак. Ага. Москва. Я потом это обнаружил. И так далее. А еще какая-нибудь... Потом он умирал. Конечно, это, наверное, один из самых важных моментов фильма. То есть, в сценарии он однозначно умирал. Да. Но мы не могли с этим согласиться. Мы не могли прямо с ног на голову полностью перевернуть сценарий. Это же все-таки плановая работа. Но мы его с колен подняли, и он пошел дальше. Ну да, он пошел там непонятно, умер он или нет. Да. Но, во всяком случае, в фильме он не умирает. И мы даже предполагали продолжение. Да, вы говорили об этом. И в шутку, и в серьез. То, что, типа, первая сцена была бы в больнице. Да, Мамонов склоняется над нашими яхтими глазами. Как нас сегодня получше. Как мы сегодня чувствуем, да. Ну и потом ему раз, так это самое, очередную порцию морфина. Морфина двушечку. Так же, как он девушку когда-то подсадил Дину, да. Он теперь, вот это товарища мы сейчас можем сделать управляемым. И он будет бороться уже не за нее, а уже и за себя тоже. Я, когда еще вернемся, у меня был один вопрос. Раз мы вспомнили про Китов и фантастический сценарий, у вас же был дикий совершенно фантастический сценарий, который вы в соавторстве, ну вы его написали изначально, но потом доделывали с Уильямом Гибсоном. Это самая интересная история. Расскажите, как это вообще произошло, почему? И о чем это? Ну, мало кто знает это. Ну, я написал такой сценарий, когда представил, это я его написал в 90-м году, задумал его в конце 89-го, в 90-м написал очень быстро. Я уже вижу вокруг что-то такое творится, это все еще Советский Союз, но что это все зыбко, и вот готово развалиться в любой момент. И сделал такое фантастическое предположение, что Советский Союз разваливается, ну что потом в общем-то и случилось. И начинаются повсюду гражданские войны. И единственным городом, свободный капиталистический город Ленинград, достается вот эта агломерация ленинградская. Откуда еще летают рейсы, самолеты, куда можно отсюда убраться. И вот наш герой Мора попадает там через границу, ее нелегально проходит, с тем, чтобы там сесть на самолет и улететь. Вообще, черт от этого безумия. И он попадает там в историю, завязанную с переворотом монархическим. И его большую сторону впустил Билл Гибсон. Он тогда страшно загорелся. Он же отец киберпанка. И тут он начал писать новые вещи в стиле стимпанк. Но из фильмов потом вышел, наверное, «Дикий-дикий запад». Где в такой стимпанковской эстетике снятая. Но вот здесь вот он начал вот эту очень сильно атмосферу. И он это ввел в мой сценарий. Сделал он еще более такой угрюмый какой-то, такой интересный. И там был этот Борис Паук. Да-да-да. С ядерными боеголовками. Да, с ядерными боеголовками. Название явно он слямзил. Борис the Spider. Из рок-группы The Who. У них была Борис the Spider. Да, я подумал про коррозию металла. Да-да-да. И который, да, тащил ядерную боеголовку, которая должна была там забраться на какой-то александрийский шпиль. В общем, поугрожать всем ядерными взрывами, атаками и так далее. В общем, такая фантасмагория. Но очень интересная, конечно. И, наверное, было бы здорово, конечно. Нет, а как вы с ним... Хотя бы в виде, может быть, комикса даже его выпустить сейчас. Потому что текст-то есть. А познакомились мы, ну, просто, как всегда это происходит. Значит, я в 89-м году начал очень много ездить по Америке. Постоянно мне вызывали на разные фестивали. От Торонто, там, Денвер, Чикаго и так далее. В общем, в Северную Америку я целым туром несколько месяцев ездил там. Показывал, знакомился с иглой. Вот. И потом такой пик. Меня пригласили на Sundance фестиваль. На 90-м январе. Более того, пригласили и меня, и Виктора, и Каспаряна с Жанной Стингрей. Чтобы Виктор после показа сыграл и так далее. Вот. И... А этот фильм еще до этого посмотрел такой очень известный продюсер Эд Прессман. Знаете, фильм «Ворон», «Дасбут» у него и так далее. Сильный. Вот. И он загорелся идеей с нами сделать фильм. Со мной и с Виктором. Я в качестве режиссера, и Виктора – актера. Вот. И когда мы приехали в Sundance, он уже договорился с Биллом Гибсоном, чтобы он прилетел... Он живет в Ванкувере. Чтобы он прилетел в Сан-Франциско. Вот. И меня туда отправили. Там Джордж Ганн, третий такой был миллионер. Он меня туда отправил на своем самолете. Вот. И дал свою квартиру. И вот в этой квартире мы встретились с Биллом. Подружились. Я его напоил любимым напитком, на который подсел тогда Виктор Цой. Для нас тогда это новинка. Сейчас уже банально сидит. Джин-тоник. О, лучший коктейль. Любимый напиток Виктора Цой. Да. Он стал любимым. Все это время я пил, да. 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 Ну и, короче, к утру, когда он в карачках вылез с этой квартиры, мы уже друзьями были близкими. Ну вот с ним. И все. И начали работать. Потом я стал ездить к нему, мы в Сиэтле вместе работали и так далее. И написали вместе этот сценарий. Он его очень привлек. Вы можете почитать его блог, там достаточно об этом написано. Да, да, да. Он писал, да. Да, он писал. Да, он до сих пор как бы под впечатлением тех лет находится. Я думаю, что это можно было историю превратить, если не в кино, то, в всяком случае, в комикс. Да. Комиксы сейчас вполне... Комикс бы сейчас... Они набирают вроде бы сейчас силу. Я бы вообще бы настольная игра. Комиксы, ведь это на самом деле... Мора убегает из Ленинграда, и ты такой... Да, 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 что ты, это классно. Чего? Это же практически ужас Архема, ну то есть, серьезно, по всему миру. А ты, конечно, находишь какой-нибудь этой штучки и включаешь музыку, Цоя. Да, да, кстати. Раз, и звезда по имени солнца на 35-й клетке. Да, да, да. Не, поем все. Поем все. А кто не знает, тот 10 назад. У кого самые острые уши, тот поет. Все. Ну и потом, конечно, имя Билла Гибсона, который, наверное, самый популярный фантастический писатель сейчас в Америке. Ну вот, уже много лет, лет 20 и больше. Вот, это тоже входной билет на международный рынок тоже. Я думаю, что такой бы комикс, конечно, хорошо бы пользоваться спросом. И там, где традиционно комиксы, это одна из ходовых вещей. Нет, это очень круто. Ну и Франция, Япония, там, Америка и так далее. Абсолютно. Плюс Гибсон, это большой очень бренд. Это бренд. Это очень большой бренд. Для молодых людей. То есть, ты мог не знать ничего про Джонемни Моника и так далее. Да, да, да. Но наследие, которое придумали Дик и Гибсон, оно расползлось по популярной культуре. Ну, матрицу возьмите, это же прямая. Все бы вылезли из штанов Гибсона. Абсолютно, да. Весь киберпункт. Гитары, опять же. Хорошо, а дай вопрос. А почему сейчас какие-то есть подвижки в ту сторону? Или вы этим не занимаетесь пока? Ну, как бы, да, я же... Ну, у вас же есть уже готовое все. Огромное количество разных вещей, да. Но нужно, опять же, как я говорю, нужно концентрироваться. Я, может быть, не такой человек. У меня голова, работа всегда новая, 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 что делать. Здесь нужны, наверное, такие люди, которые могли это превратить в реалии. Какие-то, я не знаю, энтрепренеры от искусства. Начнем с игры. Менеджеры. С игры начнем. Не, мне кажется, начнем с китопанк. Слушайте, у нас есть историка. Начинать надо сразу так, чтобы все просто сдохли. Реально, игра выходит. Киберпанк про китов от режиссера Иглы. Какой комикс? Ты что, с ума сошел? Ты вообще ощущаешь разницу? Так вот, да, тем более мы над ней работали. И это колоссальная, конечно, была бы игра. А, так и работали бы над ней с Гибсоном вдвоем? Нет, нет, нет. Это вообще отдельно. Он не видел. Нет, он видел. Он видел, ему понравилось. Биллу Гибсону понравилось. Да, да, да. На обложке крупными буквами. Можно взять у него даже рецензию какую-то по этому поводу. Потому что на самом деле это то же самое, о чем писал он. Он же придумывал все эти... Зловещие интернеты. Зловещие, да, виртуальную реальность, которые происходят там. Я, на самом деле, написал этот сценарий. Вот где-то под влиянием его книг. Потому что он мне сразу подарил свои книги. И, разумеется, особенно вот этот нью-романсов. Да, да, да. Вот, и, конечно, это... Но я их дальше чуть-чуть развил, как вы понимаете, в биологию. Биологически тоже существуют такие вещи. Ну, это было бы круто. Да. Мне кажется, круто. А вы сейчас общаетесь с ним? Ну, редко, но... Окей. Ну, в любой момент я могу ему, конечно, позвонить или написать. Билл. Безусловно. Это Данила. Мы с русскими придумали одну идею. Нет, мы все эти годы сохраняем такие очень хорошие отношения, близкие. Ну, как бы мы друг другу понравились. Ну, круто. Надо будет его в подкаст пригласить. Мне кажется, все. Давайте пригласим. Мне кажется, все, едем в Ванкувер. Я уже собрал чемоданы. Ему очень интересует вообще и Россия, и наша территория. Я думаю, он с интересом бы приехал. Не, ну, на самом деле, вот в такой развлекательной молодежной культуре, да, комикс-сериальный сериал. Так он и признавался, что он одну вещь написал под влиянием «Встреча со мной» же. Вот это, как назвалось? Паттернс, паттернс, стрейндж паттернс или как-то этот роман, где происходит много действия на Аральском море. Его игла очень ему понравилась. Не, ну, Советский Союз и Распад – это вообще такой интересный образный. Да, 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 это фантасмагория такая, да. Слушайте, вот вопрос такой. Мало кто сейчас понимает, что такое снимать кино в СССР. Вот многие говорили о том, что на съемках иглы было все круто. Вы там пили чай, импровизировали, снимали все с одного дубля практически. А вот дальше-то как? Вот понятно, что это уже перестройка. Понятно, что 87-й год уже конец, начало 88-го. Но все равно и, значит, и «Факи», и, значит, «Иглы», и «Трахались», и прочие всякие какие-то вещи. Никто там ничего в этом фильме. Камон! Какой-то туда приходит в больницу и говорит, ну что ты с ней трахаешься? А, это? Ну и там «Факи», когда он в самом начале выходит, и проводница дает. Нет, как вот это принимали? Просто мало кто понимает, что такое советская цензура? И была ли какая-то... Ну, там интересно. Мы во время попали очень интересные. То есть, когда мы снимали в 87-й год, действительно, был непонятный исход. И, скорее всего, мы порегали, как это могут допустить до экранов? Там гораздо менее спорные вещи не доходили до экранов. Я не знаю, фильмы Тарковского, это же вообще они такие... Пуританские. Пуританские, вот. И, конечно, тут и наркомания тебе, и ругательство с экрана, и какие-то рокеры в черном списке КГБ, и так далее. Непонятная манера, если вообще скажешь, что это такое вы нам показываете, это не кино, и так далее. Но там пошла интересная история. Мы сдали его в 88-м году в Госкино, и фильм начал своей жизнью жить на фестивале. Там, сям. И первый его показ официальный был в сентябре на фестивале «Золотой дюк» у Говорухина. Там взяли какой-то приз «Особый взгляд». В Одессе, по-моему, да? А? В Одессе. В Одессе? Да. Да, в Одессе. Мы весь в сентябре туда приезжали, представляли картину. Она всем там жутко понравилась. И даже таким традиционным, допустим, режиссёром, как и Никита Михалков, он посмотрел сразу, что-то начали с нами общаться. Хорошая картина. Хорошая. Ну, речь о том, и Эльдар Рязанов, как за огромным интересом он посмотрел. Ну, и постепенно, и большое количество позитивных критических статей появилось. И в искусстве кино, и в советском экране, и в газетах, и так далее, и так далее, и так далее. И он начал обороты набирать. И потом приглашает Берлинский кинофестиваль, мировую премьерию в Берлине. И в конце концов к нам приходит известие, что фильму дали в конце концов прокатную категорию. При этом не какую-либо, а первую. Это тоже, на что можно было такое. О чём мечтать. Это колоссальное количество копий по максимуму. И в чём же эта история заключалась? Оказывается, в Госкино работал Кирилл Разлогов. Он был советником председателя Госкино. И он возглавил там в это время приёмную комиссию. И начал отставить картину. А он был моим педагогом по ВГИКу по истории кино. Знаменитый, да. Да, и он отстоял эту картину. И я понял, а почему он отстоял именно на исходе 88-го года этот фильм? Или может они в январе 89-го? Почему не раньше? Я понял одну штуку. Что где-то в 88-м году была широко провозглашена вот эта политика гласности. Это самое главное решение, которое привело ко всем этим катаклизмам и землетрясениям геополитическим. Потому что вдруг стали в СМИ публиковать всё, что раньше было немыслимо. Любое движение какого-нибудь функционера тут же привлекало атаку на него в СМИ и так далее. Ему было очень плохо. Если раньше было опасно что-нибудь разрешать, не то разрешишь, тебе могут лишить партийного билета, карьера может лишиться и всего. То, в принципе, не дай бог уголовную делку не заведут по шпионажу или ещё чего. То вдруг вот с политикой гласности стало опасно запрещать. Сейчас запретишь, а тебе завтра прописочат, а послезавтра снимут всё равно. И насколько я понял, было бы интересно вообще поговорить с Разлоговым о деталях. Я же не знаю, с закрытыми дверями это происходило. Просто АСА вышла чуть раньше. АСА вышла, да-да-да. АСА вышла в 88-м году, на несколько месяцев раньше. И я думаю, что вот этот немаловажный фактор, когда, наверное, в этой коллегии были люди, которые бы в иное время все бы сказали, что не надо вообще это кино снять. Это дурное влияние на нашу молодёжь и так далее. Или вырезать сильно его покромсать. А скорее всего просто на полку положить. Бесполезно вырезать что-нибудь там. И так уже я сам сократил фильм до 80 минут, что дальше что, короткометражку из него делать? И вдруг они, видимо, замолчали. Потому что предпочли лучше не рисковать. И вот это время помогло состояться в картине. Если бы мы его закончили, не знаю, в 85-м году, в 86-м он не получил бы проката. Ну, может быть, потом. Или вышел бы так же в 89-м. Ну, и Аса, конечно, помогла этому делу, когда она вышла. Потому что как бы она легализовала такие подпольные фигуры, как рок-н-ролл, да, эти новые художники. И Цой там появился. И, в общем, стало проще. Уже какой-то референс пошёл. Я просто читал несколько отзывов того времени. И сейчас нам кажется, что вот «Игла», «Аса», «Маленькая Вера», ещё какие-то фильмы – это такая новая перестроечная волна, которая открыла некие новые темы и так далее. Да, там ещё было «Легко ли быть молодым» подникся. Да. Но тогда я читал вот эти отзывы, и там молодые девчонки, парни, они пишут как будто это вот не то чтобы какое-то новое слово, а они к этому уже давно привыкли. То есть, видимо, государство, оно просто поспело уже за той эпохой, наконец-то. За дискуссию. Да. То есть они такие, ну да, но мы понимаем, что это кино о наркотиках, да, это сложная тема. Для аудитории шока не было. Да-да-да. То есть не было такого, что «О, я первый раз посмотрел кино про наркотики». Наоборот, они там даже… Теперь я стану наркоманом. Нет, наоборот, они даже немножко журили режиссёра и вообще авторскую группу за то, что ну вот как-то вы очень просто эту историю показали, что мы бы хотели бы, чтобы была она более глубокая, чтобы мы про наркотики говорили там вот более сложным, ну как это обычно у нас люди говорят. Но никто не мешает делать свой взгляд на это дело. Да-да-да, нет, понятно. Бради бога. Просто это для меня было тоже интересно. Это нам сейчас через 30 лет кажется, что это вот новое было слово. А тогда, видимо, все привыкли, просто дождались, что это стало массовой культурой. У меня последний вопрос, Рашид. Он суперпохабный, но мне правда интересно. Да. Насколько сильно вы обогатились после того, как иглу постиг вот этот вот неожиданный колоссальный успех? Когда игла стала суперхитом. Принимая во внимание, я не хочу пересчитать ваши деньги, просто принимая во внимание изменения, уснул в одной стране, проснулся в другой стране, рубль сначала чего-то стоит, потом он не стоит ни хрена. Вот эта вот вся история про то, как, опять же, бабушка моя говорила, людей ограбили просто. Людей просто ограбили. Вот с учетом вот этого грабежа людей, с учетом обстановки в целом вокруг, стали ли вы чувствовать себя значительно лучше, как иной голливудский режиссер после какого-нибудь хинца? Да, как вам сказать? В денежном выражении она мне принесла копейки. Ничего. Потому что это был Советский Союз, это были расценки. Ставочка. Ставочки ты получаешь как режиссер. И какие-то там премиальные, смешные. И я, и Виктор, и так далее. То есть, картина принесла... Нет, Роилтс там был, вот когда мы 9,5 миллионов собрали, по стандартам... Аудитории. Да, аудитории. 10,5 миллионов человек. А это не рублей, это не долларов. Это, наверное, если пересчитать по нынешним ценам, это супер хит. Это, да, очень много. То нам полагалось там какой-то... Потиражные они назывались тогда в том терминах тех. И этих потиражных получили там... Вот я помню, 800 рублей получил. Смешные деньги. Я еще долго не хотел идти там и брать. Потому что косвенно мне это принесло, когда я ездил на творческие встречи. Вот у меня полагалась вот эта копия режиссерская, как и всем тогда в то время. И с ней я мог устраивать творческие встречи. И меня приглашали из-за многих городов. И я ездил, и там самая минимальная была ставка за встречу, за один выход на сцену встречи со зрителем, а таких можно было 2-3 в день, 4, 200 рублей. По тем меркам... Ну, это как режиссерская месячная зарплата 180 была. Это 2 зарплаты ведь сестры. А если ты провел 4 встречи, это причем минимально. А в некоторых встречах доходило до 400-500 рублей. И, конечно, это несопоставимо с тем, что ты зарабатывал легально на этой картине. Ну и много, конечно, косвенных дивидендов, потому что известность... Новые контакты. Да, новые проекты, не обязательно связанные с кино. Они получают как бы зеленый свет и так далее. А в денежном выражении это невозможно посчитать. Ну, посчитать можно, зарплата плюс 800. Ну, имеется в виду, вы не обновили себе квартиру, вы не обновили автомобиль. Нет, конечно. Это вообще, мне кажется, не было средством... Это было как, наверное, работать. Сейчас же, типа, капиталистический такой мир, что ты чем круче, тем больше зарабатываешь. А тогда были ставки. Это же можно почитать про Тарковского и так далее. Он же рассказывал, какие у них там были. Он не мог найти денег на зеркало и так далее, что было вообще невозможно. Все были в таком положении, кинемографисты. Так что тут как раз обиды нет. Но дали возможность снять кино. Это уже очень важно. А сейчас-то с реставрацией вы рассчитываете на то, что... Ну да, сейчас, конечно же. Перенедут по полной программе сатисфакции. Да, но, конечно, мы... Ох, я вышел. Ох, сейчас я нормально. Так. Да, но все равно это, конечно, уже не те деньги, которые при начальном выходе в прокат картины. Потому что в одном 89-м году официальная статистика 14,5 миллионов. И за 90-е, когда ее уже не вышло, это официально, но вот Бахт Килибаев, один из астров сценариев, госкино разговаривал, и ему там озвучили оценку больше 30 миллионов зрителей. То есть все вместе. Ну, множество сейчас на среднюю цену билета. 300 рублей. Короче, все идем в кино на иглу. Вырученные средства. Покупаем билет Гибсону. Привозим его за этот стол. Иди-ка разговариваем про китов. Вот здесь там бутылки джина, а внутри тоника. Я вам хочу одну вещь сказать, важную в этом отношении. Все вот эти показы, да, иглы, и сейчас повторный выход в прокат, это абсолютно не моя инициатива. То есть я ничего практически не делаю для того, чтобы ее монетизировать. Я ее, за собственный счет, реставрировал. То есть я ее привел в то состояние нестыдное, которое можно показывать и по звуку, и по изо. Но у меня новые проекты. Нужно делать дальше двигаться. Это так. Так что вот, даже вот то, о чем мы сейчас с вами говорим сегодня, если оно приведет к какому-то проекту, это правильное поведение. Ну да, просто сидеть и собирать. А эти, да. Не ваш стиль. Я говорю об этом и так далее, потому что люди интересуются. Я не могу молчать, не отвечать и так далее. Если для кого-то важна фигура, там, Цоя, и меня спрашивают, там, в тысяча первый раз, каким он был человеком, бла-бла и так далее. Ну я не могу сказать, да пошли вы нафиг, и меня это не интересует. У меня есть какая-то ответственность перед другом. Ну разумеется. Очень близким мне. И более того, с человеком, с которым вместе работали и творили, как сотворцы абсолютно равные. Вот я не могу себе это позволить. Вот. Но свои творческие идеи, конечно, они лежат в будущем, а не в прошлом. Поверьте, после этого подкаста вот фигура Виктора Цоя, вот китовый интернет. Я вам гарантирую это. Нет, у меня есть пара вопросов. Один, конечно, про Цоя, но потому что, наверное, нас не простят, если мы не зададим хотя бы один в такой день. Конечно. Просто была история интересная, которую рассказывал Архимед Исхаков, или Искаков. Искаков, да. Искаков. Когда он попросил Виктора Цоя, он был тогда математиком в школе алматинской, когда снималась игла, и его ученики попросили привезти Цоя, чтобы он с ними поговорил, с ними что-то там сыграл, какой-то концерт прямо в школу. И Цоя согласился. И он приехал один раз, и этот Искаков рассказывал, что была невероятная просто реакция на Цоя, что все набились в класс 30, 40, 50, 100 человек, непонятно сколько, и все два часа не проняли ни слова. Что он даже говорит, мне было стыдно, потому что я пригласил человека, и вроде как дети мне говорили о том, что мы сейчас его спросим и про то, и про сё, и так далее. А и ничего не сказали. У меня только один вопрос. Вы много говорили про Цоя в интервью. Вот когда вы первый раз его увидели, у вас что было? Был какой-то у него такой вот ореол, как это бывает у сильных мира сего, такой вот какого-то непонятного. Маккартни, скажи своего любимого. У Джона Леннона скорее уж тогда. Пол Маккартни. Так, ореолчик. Деда. Смотрите, я на первую встречу, когда пришёл с Виктором, я с конкретной целью же шёл. То есть мы уже работали не первый месяц с Кинчевым над новой картиной, которая потом станет Яхой. И я для себя отобрал всех, кого хотел бы там снять. И я и подружился хорошо с Борисом Гребичиком до этого. И Кинчев позвонил Виктору, говорит, сейчас приедет парень свой, всё, поговорите, там интересные идеи есть, фильм будем снимать. Я пришёл на эту встречу, я, разумеется, знал уже творчество группы кино. Ну, я его никогда не видел, Виктор. И я пришёл с целью с ним поговорить как раз вот для того, чтобы он написал музыку для того ретро-фильма, который, акустика его прямо идеально уложилась туда. И плюс поговорить о фильме, который сейчас будем снимать в Питере в этом году. И когда я его впервые увидел туда, они пришли на метро Владимирскую, такие два чёрных, такие как братика, да, с волосами взбитыми, там, длинными чёрными плащами. И я вдруг понял, что он, ёлки-палки, абсолютно фотогеничный человек и киногеничный наверняка. И когда мы шли пешочком до рок-клуба, там минут 15, и, разумеется, обменивались идеями, и я ему рассказал вкратце этот сценарий Короля Брода, где Мора главный герой. И когда мы дошли до рок-клуба, и мы говорили о музыке к этому фильму, мы даже почти не говорили о Яхе, вот об этом фильме. И когда мы дошли до рок-клуба, я сказал, а Мора вообще на самом деле тебе бы сыграли на сценарий. Потому что я уже понял. Всё. Ну, у меня глаз намётанный, я уже там руку набил на этюдах, на работах с людьми. Ясно абсолютно, что он будет в моём стиле работы в Зигавертовском. Идеально. Займут этюд 15 минут. Да, 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 да. И всё. И так и случилось. Видите, вот так это и произошло. А и плюс стиль. И я не могу сказать здесь, понимаете, я же не относился к этому как фанат, который пришёл там в автограф взять, вот бог там какой-то и так далее. Ну, вы же чувствовали. Это же было. Я знаю, что это мой человек. Я здесь больше общаюсь как бы с возможными партнёрами. С людьми, которыми будем вместе работать. И из того ли он мира, из которого я вышел, оказалось из того. Потому что мы выросли на той же самой музыке, на той же самой субкультуре. Круто. Ну, иду стиль. Ты вспомни. Кроссовки Цоя, носки Цоя, куртка Цоя. Да, да. Ты смотришь, как будто хочешь выглядеть как Цоя. Я вам должен сказать, что я сам всегда в чёрном ходил. Вот я тогда увидел их тоже как бы одной кровью. Я всё время шил себе джинсы и так далее. Всегда чёрные. И вот тут такие же, оказывается, ребята. То, что у любителей рок-музыки зарубежных душа чёрная. Ну, с душой это, конечно, да. Ну, смешно, но... Да, там последний вопрос тоже, который я не видел нигде, чтобы вы говорили про это. Пять ваших любимых фильмов вообще. Ой, ну, конечно, их у меня намного больше. Ну, давайте. В этом и состоит игра. А то я тоже могу 150 раз. Недавно мне задали такой же вопрос. Там спросили восемь. Ну, давайте сведём в пяти. Я не знаю. В Супер-Эйд там была такая какая-то есть рубрика в каком-то издании. Ну, Супер-Эйд — это камера. Да, но такая рубрика есть в одном издании. Давайте отсечём три. Вот, да, отсечём три. И, конечно, я назову те из них, которые не просто понравились, потому что я не оперирую таким, на самом деле, понятием, понравился, не понравился, которые оказали на тебя влияние. Ну, первым, конечно, я всегда назову человек с киноаппаратом. Вот сам Дзига Вертов с его принципами, которые непосредственное влияние оказали, в первую очередь, на фильм Яха, конечно, ну и потом они тоже, и на все мои постановки, и вообще принцип работы с актёром, безусловно, номер один. А потом я могу назвать Гадара. На последнем дыхании. Конечно. На последнем дыхании, ну и все последующие фильмы, вплоть до уикенда. То есть вот этот период его творчества до конца 60-х, где он был чрезвычайно плодовит, и каждый фильм я, наверное, по многу раз смотрел, и больше, чем, наверное, фильмы каких-то других режиссёров. Потом я могу назвать Акиру Курасаву. Что именно? Ну, Семь самураев, да? Семь самураев, который повлиял непосредственно на фильм Дикий Восток. Дикий Восток, да. Если на последнем дыхании это прямое влияние на иглу, такая выкормыш, да, Гадаровский, то Дикий Восток — это уже влияние Акиры Курасавы. Вот, и, кстати, его племянник, с которым я встречался, это воспринял так, и очень хорошо бы тоже с ним сошлись, и он понял сам дух. Не то, что там сюжет, там есть сюжет, конечно, он слямзин оттуда. Ну, кто не лямзил, Семь самураев. Есть какое-то содержание, но доведённое до суперэкликтизма, потому что, как ни странно, при всей сдержанности формы Акира Курасава экликтизм. И его даже критиковали, собственно, и японцы, которые мельчайшие там замечают детали, которые не делают его традиционным фильмом. Ну, у него много, да, таких вещей. Вот есть и в движениях, и в трактовании персонажей, и самого сюжета, и в музыкальном сопровождении. Часто используют саксофон, нити, какие-то вот вещи. В общем, достаточно экликтичный человек, точно так же, как Шекспир. Недаром, почему Акира Курасава ставил Шекспира, да? Его ран, это великолепная интерпретация, великолепная интерпретация Короля Лира. Вот. Потом дальше, если мы пойдем, у меня еще, так, значит, осталось два. Ну, там воздушная тюрьма, там... Так, я напоследок оставлю один, может быть, неожиданный для вас. Скала. Терминатор, например, Матрица. Нет. Ну, нормальные фильмы есть среди ребёнка. Нет, ну, хорошо, ладно. Давайте я скажу, что, ладно, Матрица, хотя она на меня не оказала влияния, потому что это постфактум она произошла, она вышла в 99-м году. Но в Матрице я нашел многое, что перекликалось, над чем мы сами работали, и с Биллом Гибсоном, и то, что не получилось с Джонни Мнемоникой, в Матрице замечательно получилось. Начиная с данного персонажа. Ну, говорят, что это такая финальная работа, в общем-то. Да, и там, в общем-то, и сам Киану Ривз уже по-другому. Получился. Да, да. А там он не получился. Вот. И философия не навязана, в самой структуре сюжета выдана, и стиль, и всё. И драматургия. И я, у меня есть своя система драматургии, драматикон, которые я иногда учу студентов, в которых беру буквально короткие курсы какие-то. Вот. И у меня там есть два фильма, на которых я иллюстрирую свою систему конструкции киносценария. Это Китайский квартал, Поланского, Чайна Таун и Матрица. Вы разрезаете нос. Вот. Ну, потому что она сконструирована почти совершенно с точки зрения драматургических блоков. вот таких классических. Ну, а последний фильм я, наверное, неожиданно вам назову. Так. Приготовился? Да. Да. Какой сейчас? Сматывай удочки. Да, ладно. Да. В общем, так. Однажды я в 89-м году из Америки привёз много кассет. И одна из этих кассет была три самых плохих фильма в истории человечества. Так назывался. Я даже знаю. Да. Я могу. Дожди. Всё, ладно. Давай, да. План 9 из Открытого Космоса. Абсолютно верно. Там было три фильма. Там было три фильма. План номер 9. Там был Робот-монстр и Санта-Клаус побеждает Марсиан. Вот. Все замечательные. Настолько плохие, что это было просто гениально. Что это хорошее уже. Да. Но особенно неизгладимое впечатление, конечно, оставил План 9 из Открытого Космоса. И когда позже я увидел на экране на премьере Эд Вуд фильм. Эд Вуд, да. Тима Бёртона. Я стоя аплодировал этому. Ну, это круто. Как я сказал великому вничтожному. Да. Так что все мы любим трэш. Не все любят в этом признаваться. Но без трэша жизнь неполноценна. И так что поэтому я мог бы назвать огромное количество интересных картин вам. Но раз уж пять, то пусть это тоже там. Лучше посмотреть План 9. Очень важно не относиться к себе слишком серьезно. То есть хорошие художники, как я это вот часто опять много нахожу этому подтверждений, наряду со страстью к тому, чем они занимаются, должны относиться к доле самоиронии. Они должны себя серьезно воспринимать. И я думаю, что План 9 этому учит. Хотя Эд Вуд себя серьезно воспринимает. Ты же там можешь учиться. Он думал, что станет великим Арсеном Уэллсом в следующем. Но ему не хватило вот этой вот самой иронии. Хотя то, что он сделал, получилось смешно не от того, что он это делал смешным. Но это хороший урок. Я думаю, на этом прекрасно. План 9. Пойдем посмотрим. План 9 пора осуществляет. Крис Корнелл Херов. Новый. Пора. План 9. Спасибо вам большое. Андрей Антонович, удачно у тебя футбольчика. Спартак Москва. Сейчас туда пойдешь. Ты уже разбитый. Игла. Спартак. Спартак Москва. Киты, интернет, Уильям Гибсон. Ты просто не представляешь, что будет вообще. Ты уже, мне кажется, пошел кодить уже. Я уже правой рукой вот здесь. Ну все, теперь давай завершаем программу и к делу. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok